Добрый день, друзья мои! Сегодня я хочу вам показать свою полку с колиусами. Это всего лишь небольшая часть всех моих колиусов, которая находится вот на одной полочке. Я не люблю, когда падает так свет. Снимать очень неудобно. Снимать в темноте это одно, снимать на солнце это другое, а когда вот такая кружевная тень, то видимость как бы не очень хорошая, но зато это очень нравится моим растениям. Они очень любят вот такую кружевную тень, они на солнышке, но не пекутся на жаре. Очень сильно на солнце горел пеле, а вот переставленные сюда сразу ожил. Сейчас мы с вами посмотрим колиусы, которые дружно живут по несколько сортов в одном горшке, хорошо уживаются. Я посадила сюда несколько видов колиусов, в том числе ампельные. Хорошо уживаются батат, очень хорошо уживается зеленчук, неплохо смотрится пеларгония. В этом году мне пеларгония королевская нравится гораздо больше, чем обыкновенная зональная пеларгония. Очень органично вплетается в букет колиусов и смотрится изумительно. Она просто засыпана цветами. Взяла другую камеру, которая должна бы снять ярче и снимаю в то время, когда солнышко уже не светит. Кружевной тени уже нет и поэтому можно будет рассмотреть каждый горшочек. Я посадила здесь традисканцию, зебрину, смотрится великолепно. Посадила в этом году вместе с колиусами королевскую пеларгонию. Вот уже сейчас видно, что это зацветет, может быть даже завтра розовым цветом. Вот это оранж. Вот на старуху бывает проруха. Прекрасно смотрится вот с такой многолетней теневой травой зеленчук. Она уже отцвела, цвела желтым цветом. Рустик оранж вспомнила. Так дальше поехали. Дальше вот посмотрите, когда рядышком с Викторианом Равлисом, то он смотрится практически как черный. А вот это похожее на султану, но это не султана. У султаны ободочек гораздо шире, каемочка с рисунком. А здесь вот такая тоненькая зелененькая. Посмотрю тоже, как он называется. Если кто-то знает, подскажите. Если нет, то я поищу сама. Ну вот такой вот, вот такая петуния. Ее я посадила, начеренковала так много, что теперь не знаю, куда ее девать. высаживаю в грунт, избавляюсь, дарю. Я не ожидала, что вот такая ярко-розовая с белой каемкой окажется вот такая меленькая, розовая, да еще и с зеленой каемочкой. Ну, немного освежает ипомею ботат, которая посажена по краям. А вот это вот ловушка для для контроля над белокрылкой. Вот если есть белокрылка, то она там появится, какая-то прицепится. Так, это, конечно же, великолепнейший колеус-аватар. Этот без прищипки. Вот этот колеус с прищипкой. Отщипнула кусочек. А вот это султана. Посмотрите, какая она яркая. Вот этой малышке название не знаю, которую снова нужно оббирать от от вот этой повелики, которая взялась неизвестно откуда. Вот мне кажется, что и сейчас что-то такое беленькое летает. Я все подозреваю, что здесь завелась белокрылка. Надо обработать завтра. Так, вот это комбат. Тоже после прищипки, посмотрите, у него сейчас два-три направления для роста. А были очень большие, красивые листья. Рустик оранж. А вот этот вот, вот этот вот колеус называют иногда ракушка. Но по его вот такой вот форме, закрученной листьев, смотрится довольно-таки интересно. Здесь еще и русик оранж в серединке. И здесь, конечно же, изумительнейшая королевская пеларгония. Просто глаз не оторвать. Просто красота неописуемая. В прошлом году она у меня не цвела. А в этом году, вот за два года, наверстывает. Так, там у меня снизу подбито зелень зебриной. Зеленчук и вот такая зебрина белозеленая. И гигант грин. Так, тут повыше у меня колеусы без названия. Ну вот, думаю, что наверх нужно сажать. Только ампельные, потому что растущие наверх не показывают свою красоту. А вот это вот будра плющелистная. Посмотрите, как замечательно смотрится. И закрывает вот это пустое пространство на полке. Ну и белозеленый всегда сочетается с любым цветом. Здесь опять же это драгоценнейшая петуния. Ну, пускай растет. Уже никуда не денешься. Хотя бы две-три штучки я ее оставила. Так, здесь морган для фэй. Еще красавчик без названия. И вот такая ипомейка. Ну, здесь все знают этот сорт. Это пелея. Викториан рафлес. А вот это радуга Вьетнама. Очень красиво. Так, ну здесь петуния немножко поярче. Другая. И здесь уже я собрала все, что можно. Ну вот цветы постоянно выскакивают. Постоянно я их удаляю, удаляю. Это у нас, по-моему, бастинга. Если нет, то поправьте меня. Вот это Петер Вондерс. Это сегодня посадила с бутончиком тоже. Немножко привявший листок. Еще одна королевская пеларгония. Я не знаю, какого цвета. Рустик оранж. Вот это изумительная. Правда, красивая? Яркая. Оттороченная. Вот действительно красавица. Почему-то навевает именно такое ощущение у меня. А вот это и не знаю название. Подскажите, если знаете. Вот это вот чернильные пальчики. Так, здесь тоже гигант грин. Тоже зебрина. Тоже посадила сюда. Скоро зацветет королевская пеларгония. Здесь уже другой сорт. А это Твист энд Твир. Такой вот хулиганистый. Рустик оранж. Это один из трех, которых я путаюсь и названиях. Подскажите, пожалуйста. А вот это перышки. Яркий такой, красивый. Я недавно сделала прищепку, поэтому только что пошли маленькие листочки. Это аватар. Ну а вот этого красотулю я не знаю названия. И ампелька рядом. Ой, вот этот тоже очень красивый. Вот сейчас смотрится коричневый и зеленый. Но если бы вы знали, какой ярко-розовый в середине он бывает, когда наступает август. Я вам сейчас, вот, вот сейчас покажу я вам, как оплетает. Посмотрите, повелика. Ну опять надо вытаскивать, опять надо оббирать, чистить. Не знаю, что случилось, не знаю, где она взялась. Но оббирать мне приходится ее очень часто и очень густо. Так, ну плавно переходим на другую клумбу. Вот такой вот темно-коричневый с желтой окантовочкой. Вот это руби-два. А вот это тот самый коричнево-зеленый, который проступает ярко-розовым цветом в августе. Вот он же. Крапивка. Вот посмотрите, руби-два здесь совсем другого цвета, совсем другого оттенка. Потому что тот стоит в тени, а этот ближе к солнышку. Чернильные пальчики. Радуга Вьетнама. Рустик оранж. Вот этот тоже очень красивый. Вы знаете, летом он был, ну, вот такой вот белый. Вот такой белый. И я даже думала, почему он у меня так много начеренковался. Я в нем прямо разочаровалась. А как только я его высадила на солнышко, я тогда сразу же увидела этот яркий розовый, а на свету даже малиновый цвет. Оказался очень красивым. А вот не показала, еще не показала. Вот посмотрите. Вот это плющ вариегатный, который замечательно растет и создает хорошую компанию. Колиусу. Вот тоже интересный Колиус без названия. На солнышке он выглядит совсем по-другому. Когда я буду делать обзор на клумбах, тогда вы увидите, что он совершенно другой. Вот это Ханна. Этот Колиус тоже без названия. А вот он, большой куст. Такой вот, знаете, длинный у него лист разноцветный. Бывает розовый, бывает желтый, бывает зеленый. Название не знаю. Так, дальше поехали. Вот посмотрите, яснотка. Тоже в нескольких горшках очень уютно прижилась вот такая яснотка. Так, здесь вот еще один новый вид, который я вам не показывала. Три кустика. Даже вот растет четвертый. Очень яркий, очень красивый. Тоже Колиус без названия купила. Это Ханна Хна. Это Петер Вундерс. Вот он и такой и зеленый, и бордовый. В зависимости от того, где он произрастает. Красивые Колиусы. Красивая клумба. Вот действительно полка для цветов. Она сейчас смотрится как клумба с Колиусами. А в самом центре вот такое вот цветущее чудо. Ну, оно же еще зацветет в четырех местах на этой клумбе. Поэтому я думаю, что клумба со временем будет лишь краше и краше. И сами Колиусы разрастутся и тоже будут гораздо выше, шире, объемнее, ярче. Раскроют свои новые яркие цвета. Нужно только немножко подождать и пережить очень жаркое лето. Хотя бы июнь и июнь. А уж августа они себя покажут. Ну, вот на этом все. Мое небольшое видео окончено. Желаю всем удачи. Выращивайте Колиусы. Они доставляют такое наслаждение, такое удовольствие. Пускай они радуют каждого из вас. Если у вас нет своих Колиусов, пускай вас порадуют мои Колиусы и мои Беларгонии. Продолжение следует...